привет всем с вами михаил маркин на этот раз не про парфюмерию нахожусь в гараже сделаем краткий обзор на велосипедный радар маджен вот но не будем там остаться подробно внешне виде коробки распаковки есть на ю тубе на этот план видео получше где все там распаковывают показ и так далее сегодня поговорим больше про дело про практическое применение вообще говоря откуда у меня родилась идея того что нужно бы такую штуку приобрести вообще говоря наткнулся не и случайно на обзоре зачем на ю тубе посмотрел обзор сергея семкина на него и подписан было это как раз после моего электросамокатного путешествия из москвы в тверь и торжок и собственно говоря понял что именно этой штуки мне в некоторых моментах не хватало давай сейчас быстренько покажу как я установил в комплекте собственно говоря идет вот это вот крепежка само устройство но так вот боковым движением снимается в комплекте три резинки вот такие вот для того чтобы цеплять за подсидельные трубы разного размера предполагается что у вас подсидельный штырь должен иметь наклон иначе он тогда не станет перпендикулярно дороге а стоять он должен именно перпендикулярно это важно из минусов к сожалению но при установке то что ну конкретно моем случае получается вот этот зарядный порт он закрытый соответственно для того чтобы зарядить устройство нужно либо как-то здесь вот отковыривать что не очень удобно еще сюда не всякий штырь usb кабеля подлезет ну короче по факту и мне приходится его каждый раз для подзарядки снимать но зато кнопку нажимать удобных вот у меня стоит параллелограммный штырь поэтому для того чтобы он сюда уместился на ферме пришлось немного седло поднять благо для этого был была возможность что касается что касается длительности использования ну где-то часов на 89 в режиме радара его хватает точно больше я его пока не использовал то есть покатушка на световую на покатушку на световой день его хватает когда он постоянно включенный а дальше как бы бог бы с ним как собственно его подключать нужно обязательно поставить приложение маджин утилити вот это вот кстати дико бесит то что нужно постоянно скипать вот эту картинку на кухер она здесь не очень понятно тут у нас появляется девайса bluetooth должен быть включен и соответственно само устройство отдельно в блютусе подключать не нужно в настройках это все происходит именно здесь тут у нас разные режимы настройки режимов радар дисплей она для того чтобы его использовать нужно указать свою почту можете указывать любую временную почту благо никаких подтверждений там в общем-то не используется тут нам показывают процент заряда оставшийся 97 процентов статус из плюсов сейчас я покажу радар дисплей здесь мы собственно говоря имеем радар где мы находимся где-то наверху условно говоря и здесь вот удобно переключать режимы света мы сейчас включили мигание так она выглядит свете достаточно ярко есть возможность использования в качестве стоп-сигнал то есть когда вы тормозите акселерометр это понимает и увеличивает яркость фонаря ну как в принципе у любого стоп-сигнала из интересных плюсов то что можно android позволяет свернуть его таким вот образом с допустим с навигатором то есть разделение экранов поддерживается и поэтому можно использовать в параллели в этом же и минус научить его нормально работать фоне я так и не смог то есть приложение закрыли и радар превращается в тыкву хотя автономно при этом фонарь как бы продолжает сам работать но уже без радара и это наверное минус критично потому что соответственно вы всегда вынуждены использовать что-то в режиме разделения экрана как-то как-то вообще какая-то ерунда получилась ну ладно запустим его обратно какие плюсы у этого соответственно радара когда вы едете сейчас перейдем на улицу я вам постараюсь это показать ну примерно так это выглядит появляется машина по опыту использования так сказать покатался с ним по городу по москве что можно сказать по большому счету для плотного городского потока он бесполезен потому что в принципе во первых он будет часто пиликать то есть попался на минуту разрыв машин он зафиксировал что машин больше нет появились следующие начал пиликать но зато где пользу радара сложно переоценить так это на трассах и на второстепенных дорогах где плотность потока не так уж и велика то есть на самом деле вот постоянно смотреть в зеркала назад каждую минуту довольно таки утомительно а в случае с радаром вы можете ехать ехать себе услышали пиликанье значит пора смотреть зеркало и смотреть как там дела радиус действия примерно там 120 150 метров этого в принципе более чем достаточно для того чтобы понять так сказать опасность и когда я ехал в тверь этой штуки мне очень не хватало потому что постоянно приходится оглядываться назад а хочется смотреть вперед и любоваться так сказать красотами стоит ли эта штука своих денег но на мой взгляд не совсем стоит поскольку использовать вы его будете не так чтобы часто скорее всего если вы катаете по городу и за городом бываете редко стоит она немало плюс это еще один девайс который нужно заряжать тут и так в общем то становишься на зарядку и тут весь самокат опутан всем подряд но тем не менее я часто катаюсь за город и поэтому для меня скажем так польза от него несколько перевешивает его стоимость но с большим трудом конечно же но при всем при этом пока я катался я не заметил чтобы он работал со сбоями не определял машины когда они есть иногда бывает что он вложно задаваять машины то есть задеет одна машина он их показывает как две но ни разу не было такого что задеть машина на радаре ее как бы не видно в этом несоизмеримый плюс к тому же по этому радару можно оценить насколько быстро транспорт к вам приближается не знаю для чего это может быть полезно но все же вот ну и соответственно звуковые уведомления вам помогают то что по бокам он пишет какие-то прямоугольники это попросту фантазии там не обращайте внимание вот если будут вопросы по девайсу пишите спрашивайте